Всем-всем-всем большущий привет из Норвегии. Меня зовут Татьяна и добро пожаловать на мой канал. Ну вот уже скоро будет три года, как я живу в Норвегии. И я бы хотела с вами поделиться некоторыми впечатлениями об этой стране в плане семейной жизни, так как у нас с вами грядёт такой праздник, как День всех влюблённых, День Валентина. И вот это видео посвящается как раз-таки всем влюблённым или тем, кто хочет создать свою семью. Итак, Норвегия – это великолепная страна, страна очень чистая, очень безопасная. Эта страна очень благородная, и я бы даже сказала, в чём-то она интеллигентная. Но это страна, которую можно назвать страной феминистической. И страной… вот где-то я слышала это выражение «страна победившего феминизма». И я полностью согласна с этим выражением. Это страна победившего феминизма. Причём феминизм здесь прослеживается абсолютно везде. Это и… если вот брать иерархию, то есть это самая верхушка страны, верхушка, так сказать, айсберга. Это премьер-министр страны, которая женщина и всё её окружение женское. Это и семья. Это уже самый низший уровень. Если брать, например, нашу семью, но не конкретно нашу с мужем, а если мы возьмём семью моего мужа, то есть его мать и его отца, то здесь, конечно, правит, конечно, свекровь. Она уже очень долгое время практически не двигается. Это не парализация, это более страшное заболевание, когда отмирает вся мышечная система, и она уже практически не двигается. Это очень страшно. Но она продолжает управлять своим мужем и даже в какой-то степени моим мужем. То есть отношение её к свёкру, знаете, как к слуге. Я вначале думала, ну, наверное, это связано с тем, что дни её сочтены. И говорила всегда мужу, что нужно понять о том, что он помогает своей жене. Но он сказал, это было всегда. Это было с того самого момента, как он себя помнит, что она пыталась управлять даже им, когда он был мальчиком. Но он у меня мужчина очень брутальный и был, видимо, таким мальчиком, которым не поуправляешь. Поэтому он всегда этому сопротивлялся, в отличие от моего свёкра. И если у нас в стране таких мужчин называют подкаблучниками, то здесь их называют тапками. То есть я могу сказать, что большая часть мужчин, более 50% в Норвегии, это самые настоящие тапочки. Тапочки своей жены. Ну и, знаете, соответствующее воспитание женщин будет. Здесь девочек в данном случае. Девочек воспитывают здесь быть сильными, надеются только на себя. Девочки начинают здесь очень рано жить самостоятельно, так же, как и парни. С 18 лет они уже живут самостоятельной жизнью и обеспечивают себя сами. Есть, конечно, исключения, но в основном. А если брать нашу культуру, все мы знаем, что нас воспитывают. Ну вот даже взять, если, например, мою семью. Мама меня всегда воспитывала, и не только мама, бабушка, тёти. Они всегда говорили о том, что нужно выбрать себе мужчину, который будет тебя обеспечивать, на которого можно будет положиться, который будет твоим плечом крепким, ну и так далее. Вот. Ну, только папа мой, царство ему небесное, всегда внушал мне, что нужно надеяться только на себя, нужно получать хорошее образование и прежде всего научиться обеспечивать себя. Вот точно так же воспитывают здесь всех детей, мальчиков и девочек. Здесь полнейшее равноправие. Но, знаете, природу мужскую не обманешь. Мой муж пытался создать семью. Он ни разу, кстати, не был до меня женат. Он пытался создать семью с двумя норвежскими женщинами. От последней у него есть дочка. И он говорит, что ничего не получилось по причине того, что он не чувствовал себя с ними мужчиной. Это были не совсем женщины. Ну, как правильно выразиться, если это по-русски переводить? Да вы меня поняли. Это вот как раз-таки были такие заядлые феминистки. Я последнюю жену его знаю прекрасно. Это такой мужичок в юбке. Мужичок, который постоянно меняет мужей, который постоянно выпивает, курит. И иной раз я смотрю на неё и думаю, думаю, а женщина ли она по природе своей? Ну, так вот, природу не обманешь. И мне муж очень много раз рассказывал о том, что за ним пытались, конечно, многие ухаживать, делали ему предложение. Кстати, последняя его жена, она сама принесла заявление, как у них называется, по-русски говорить, ЗАГС, о том, что она хочет выйти за него замуж. Но он, конечно, мужчина, сами понимаете, это охотник. И когда на него такая охота, он будет всячески сопротивляться. И всё больше норвежских мужчин по этой причине предпочитают жениться на иностранках, а всё больше норвежских женщин предпочитают жить самостоятельно, без мужчины. И они очень довольны, они самодостаточны. Это не наши русские несчастные женщины, которые чувствуют себя ущербными, которых общество всячески начинает гнобить и говорить о том, что они неполноценны. Если ты не замужем, то ты уже неполноценен, можно даже и так сказать. Я плавно хочу перейти всё-таки к тем женщинам, на которых предпочитают жениться норвежцы. Это, конечно, если брать рейтинг, это, конечно, будут на первых местах азиатские женщины. Я точно не могу сказать, кто будет на первом, втором, третьем, но это Таиландки, это Филиппинки, это Малазейки, Вьетнамки, ну и так далее. Если брать нас, славянок, то мы здесь мало котируемся и мы занимаем, ну вот если по рейтингу брать одни из последних мест. Почему? Потому что мужчины норвежские прекрасно знают, что славянки это прежде всего те женщины, которые хотят что-то поиметь от мужа, которые смотрят на мужчину, как на мешок с деньгами. Здесь это не прокатывает, поэтому они предпочитают всё-таки азиатских женщин, я их понимаю. Мне нравятся очень эти женщины тем, что они очень мягкие, как кошечки, они постоянно улыбаются, у них всё время хорошее настроение, даже может быть, если оно плохое, они этого не показывают. Они очень приветливые, они очень домашние, они не пытаются строить карьеру, хотя практически все работают и работают довольно-таки тяжело. А наши женщины, они приезжают сюда, смотрят на мужчину, как я уже сказала, на мешок с деньгами, работать особо не хотят. И вообще у норвежцев для каждой нации есть какие-то свои характеристики. Вот они прекрасно с этой характеристикой уже знакомы. Поэтому, если вы рассчитываете выйти замуж за скандинавского мужчину, да и вообще за иностранца, здесь уже это не прокатывает о том, что вас будут содержать, ну и так далее. Еще я заметила, что норвежские мужчины очень любят американок. И мы примерно славянские женщины, если бы опять же создать такой рейтинг жен, то мы с вами будем занимать с ними, наверное, одно и то же место. Мне очень нравятся американки. Они очень позитивные, они очень работоспособные, такие рабочие лошадки. И они очень похожи по своему менталитету, с норвежскими мужчинами. Я тоже прекрасно понимаю норвежцев, которые женятся на американках. Да, они за собой не особо следят, они не такие красивые, как мы. Но это такие настоящие друзья, это будет настоящий друг норвежскому мужу, в отличие, может быть, от нас с вами. И еще норвежские мужчины любят жениться на латиноамериканках. Это аргентинки, колумбики, чилики и так далее. Женятся мужчины норвежские, предпочитая все-таки ровесниц. Если вы захотите себе мужа норвежца, не бойтесь, если вам больше 40, 50, 60 лет, даже 60 лет, я знаю, что они всегда будут выбирать себе одного возрастного партнера, независимо от того, кто это будет. Русская, Таиландка, ну и так далее. Да, есть здесь так называемые педофилы. Неприятно смотреть, когда 60-70 летний мужчина идет с 25-летней крошкой из Таиланда, потому что они все такие маленькие, а норвежцы высокие. Это очень некрасиво смотрится, и сразу понятно, какая у него ориентация. А в основном процентов 90 они выберут именно вас, которым за 40, за 50 и даже за 60, может быть, к 70. Я встречала женщин, которые из Украины, женщину, которая была 67 лет, и она вышла замуж за 73-летнего мужчины и живут прекрасно, счастливо. Ну, какие же есть положительные и отрицательные качества у норвежских мужчин. Ну, конечно, очень много положительных. Давайте сначала о положительном. Они прекрасные мужья. Они добрые, они отзывчивые, они вас возьмут с ребенком, с двумя, с тремя. Моя американская подружка вышла замуж за ей лет под 40, и у нее уже два возрастных ребенка, одному 16, другой 13. Она вышла за красивого норвежского мужчину, и они родили прекрасного, красивого малыша и живут счастливо. То есть норвежский мужчина примет вас со всеми вашими детьми и будет им хорошим отцом, заменит им отца. В общем, если у вас есть дети, это не будет большим препятствием. Они, норвежские мужчины, они не смотрят, не будут смотреть в сторону другой женщины, если женились на вас. У них очень, вообще, в обществе норвежском, у них очень поддерживаются семейные ценности, в отличие от наших. Но у нас, наверное, в 90-е все эти семейные ценности были разрушены, и институт брака у нас затоптан. Не ценится, конечно, все это. Вот. Здесь нет. Здесь норвежский мужик, он стремится создать семью. Если он ее создал, он стремится ее сохранить, родить детей, заботиться о детях. Это, конечно, большой такой плюс. который мы утратили. Да, есть здесь такие исключения, что есть, конечно, здесь и измены, и есть алкоголизм. Все это, конечно, здесь есть, но не в таком большом количестве, как у нас в славянских странах. В Украине, в России и так далее. И отрицательное, что норвежские мужчины, я согласна с тем, что они немножечко холодные. В них нет глубины чувств, которые есть, например, у наших русских, у итальянцев, у французов. У них этого нет, они кажутся немножечко холодными, но это только такое первое впечатление, которое очень быстро разрушится, когда вы поживете долгое время вместе. Будет так называемое притирание друг к другу, и вот после вот этого притирания, после такой фазы, когда вы привыкнете друг к другу, вы поймете, что это будет ваш, конечно, мужчина. Второе, это то, что отрицательное, это то, что вы особо не рассчитываете на мужчину, что он будет вас содержать. Нет, он, как я уже сказала, я повторюсь, он до определенного времени будет вас материально поддерживать, давать, конечно, так сказать, на заколки, на еду, на косметику, а потом он прекратит, в одночасье все это прекратится, и он вам скажет, что вы должны сами себя обеспечивать, вы должны сами работать, и вы пойдете работать, будете работать наравне с ним, потому что мужчины не привыкли норвежские, что женщины зависят от них. И, к сожалению, здесь еще одна такая отрицательная черта вытекает, что из-за вот этого феминизма, равноправия, мужчины здесь не, ну, как бы это правильно сказать, они не понимают, что вы слабее их. Я это столкнулась с этим, когда мой муж предложил, когда я переехала сюда, он мне предложил перетащить громадный тяжелый диван в дом на второй этаж. Я сначала ему не поверила, говорю, я не смогу этого сделать, но он мне не поверил. Я говорю, посмотри, я в два раза меньше тебя и вешу в три раза меньше тебя, я не смогу его поднять. Он говорит, давай, попытаемся, и мы попытались, но у нас ничего не получилось. Я думала, он издевается надо мной, но потом через некоторое время увидела, что мы ездили с ним за краской и одна беременная женщина тащила два ведра громадной краски, у нее срок был приличный, 8-9 месяцев, и она два ведра 10-килограммовой краски тащила, и тогда я поняла, что ну вот такие они, они не понимают, что мы слабее, потому что это последствия того, что их женщины считают себя очень-очень сильными. Итак, это видео у меня выходит в преддверии дня всех влюбленных, дня Валентина, поэтому всех поздравляю с этим праздником. Если вы уже счастливо замужем, тогда берегите и храните свои семьи. Если вы еще не встретили свою вторую половинку, своего, так сказать, Валентина, вы его обязательно встретите, если вы хотите, и это может быть мужчина из вашей страны, это может быть мужчина иностранец, то есть все в ваших руках, все в ваших руках, и если вы хотите построить свое семейное счастье, вы обязательно это сделаете, независимо от того, сколько вам лет, независимо от того, есть ли у вас дети, независимо от того, бедные вы или богатые, все, как говорится, в ваших руках. Спасибо Спасибо всем большое за просмотр, всем приятного времени суток и увидимся в моих следующих видео. Всем пока-пока!